Казахов Опять война? Солдат ведь устал Это за что и как воевать? Сейчас за Дарданилы воевать никто не будет За Дарданилы воевать мы не будем Не будем Как ваше фамилия? Шадрин До свидания, товарищ Шадрин С кем это я разговаривал? Кто это такой, а? Кто? Пилот этот вот Ленин Когда-то в детстве я видел его Человек с ружьем В Ване Шадрине Но потом я видел много картин с его участием И мне казалось, что он такой насмешливый Такой острый, колючий человек Никогда в жизни его До определенной поры не видел А на будучи уже членом секретариата Союза кинографистов Я был в составе группы Которая поехала к нему домой Поздравлять его с каким-то юбилеем Сейчас уже не помню Приехали мы Он уже был в том возрасте В том состоянии, когда Не очень рады гостям Особенно с незваным Ну и был такой официальный визит Пригласили за столом Беседа протекала вяло И только когда речь заходила Я его библиотеки А это была, надо сказать, библиотека Одна из, может быть, лучших Частных библиотек в России Возвращались глаза Он готов был разговаривать над тем Без конца Больше этого никогда повториться не могло Потому что вскоре он ушел в жизни Выдающийся русский актер Борис Тенин Здравствуйте, Домася Здравствуйте Это что там за шум в школе, а? Илья Григорьевич на сельсовете Отчет держит Ясно Да, Мася Я вот давить был в обкоме партии Меня просили передать тебе Эту путевку Держи-ка В Тимирянскую академию Я тоже такое просил Не, не дают Твое, говорит, время хлопче прошло Учиться в академии Это как же так? Завтра и ехать? Ага А если я не хочу? А ты подумай Я подумаю А ты подумай Вот и подумаю С Борисом Михайловичем Тениным Прошла вся моя творческая жизнь Я с ним работала в трех театрах Я в 19 лет приехала в Ленинград Тогда, ныне Петербург Поступила в театр комедии И первый мой выход на сцену Была, значит, в массовке В спектакле «Дорога в Нью-Йорк» Я сидела как бы безмолвным пассажиром Рядом с Борисом Михайловичем Тениным Я, конечно, это был для меня Такой восторг Такая ответственность Таким большим артистом Таким красивым мужчиной Таким элегантным А он веселил меня В общем-то, разыгрывал Я, конечно, с трудом удерживался Нельзя было, нужно было сидеть Вот так состоялось мое знакомство С Борисом Михайловичем Это было много-много лет тому назад Это в 1945 году Акимовский театр какое-то время После эвакуации Толга Большего сезона существовал в Москве И они покорили тогда всех В опасном повороте И в дороге в Нью-Йорк Это просто все ходили Это, так сказать, был их сезон Об этом все тогда говорили Все спектакли С ним я, конечно, смотрел с удовольствием И меня занимало здесь не то, что он был известен Что его другие знают Мне самому просто это было интересно И мне это нравилось Ну, самые сильные впечатления Это детские впечатления, конечно И Ленинградский театр комедии Здесь в этом доме, за исключением электроприборов Все остальное сделано руками самого Тенина Все полки, все переплеты Все папки, вся мебель И объясняется, это его истоками Его корнями Осталась его книжка Фургон комедианта И в этой книжке он рассказывает Очень подробно и очень искренне о себе О своей семье, о своей маме О своем отце, которого он обожал Отец его был телеграфист Он происходил из семьи, связанной с Пугачевым И с историей Пугачевского бунта И в этой книжке Борис Михайлович говорил о том Что он с детства видел себя шутом, клоуном Ему очень нравились ярмарки, балаганы Эксцентричность, буфонада, гротеск Они проистекали именно от этих детских впечатлений Хотя, конечно, потом он играл и совсем другие роли тоже Но почему-то он всегда говорил, что ему нравилось Чтобы публика смеялась Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Шейх! 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 А что это? Шейх! Где мой гусь? Какой, какой гусь? Мой гусь белый! Где он? Не-не-не-не, не могу Ты же силу брал его Разве можно около каменной трубы подпоминать нечистую силу? Вы знаете, я знаю такую страшную историю Однажды в дуслих душа покой... Душа покойного, пра-пра-пра-пра-пра дедушки, хозяина дома, вселилась в гуся А после этого гуся... Я переехала в Москву, в театр сатиры поступила И тут уже, наоборот, Борис Михайлович и Лидия Павловна пришли к нам в театр сатиры И там мы довольно много играли Но уже, так сказать, я не так уж рабела, потому что тоже была взрослая актриса, сыгравшая много ролей И мы играли в том, где разбивается сердца, шоу Мы играли в пьесе Эдуарда де Филиппа «Ложь на длинных ногах» Я Ольга Чагалала, а он моего мужа Он артист замечательный, он настолько входил в роль По пьесе он должен был меня бить Так у него такие руки здоровенные Он мне так по заднице давал, что у меня, если подряд два спектакля было, то у меня просто были синяки Он очень помогал, причем он не был сентиментальным Что-нибудь так грубовато даже, что ты тянешь здесь Не надо, а то в прошлый раз было хорошо, сейчас плохо Мы его все звали БМ Фамильярности он не допускал В театре никто его Борей не звал Даже, по-моему, Лидия Павловна говорила Борис Михайлович Ну, всегда в него полтрупы было Там влюблено разного возраста Ну, уж не говоря, там молодые девчонки Он был страшно элегантный Очень такой ухмылка у него была Такая ироническая Взгляд От такой невесты не уйдешь А уйдешь Обратно придешь Хорошо Лицо словно месяц ясный Очень будто звезды Вот говорят, у тебя тоже невеста была Да говорят, злые люди вас разбулчили Правда это, а? Было, потушили О чем вспоминать-то? Печаль, дядя Мне помощник Начиная С того момента, как я себя вообще помню Мы появлялись там у него на даче Здесь дома Просто Дед У него был, ну, я не знаю, назвать это Традиция, не традиция Но он как-то так вот Здесь делали ему пироги И он, значит, папу, маму, соответственно, меня Приглашал на эти пироги Приезжала какая-то, значит, их знакомая Знакомая Леди Павловна Деда Приходил Катин Ярцев Приезжали мы И вот мы что-то садились Трепались либо о чем-то серьезном Кто-то трепался Либо вообще ни о чем Все это Пили чай, шампанское, водку Ну, водку мне тогда по возрасту не полагалось Ели пирог И какая-то такая была атмосфера В силу того, что, может быть, это было нечасто Это всегда было как-то так О, едем к Деду, к Деду едем О, там к Деду едем Когда люди проходили на кухню Садились за этот круглый стол У него там была скатерть На ней снизу были пришиты колокольчики То есть все, когда забирались вокруг этого стола Все это звенело Дед тоже довольный был С ума сойти И, конечно, он как-то любил Не то, что томодить за столом А как-то ему нравилось Организовывать это все Очень нравилось Он в этом отношении человек был Очень такой Компанейский Он именно сам Ловил такой кайф От того, что Что вот это получается Получается так, как ему нравится Как вот здесь вот Вот сидит сын, внук Там, друзья, сосед Вот, хорошо Человеку не надо Дворцов 100 комнат Апельсинных рощу моря Ни славы, ни почтения От рабов ему не надо Человеку надо, чтобы прийти домой И дочка в окно ему навстречу смотрит И жена режет Черный хлеб счастья А потом они сидят, сплетя руки Трое И свет из них падает На деревянный, некрашенный стол И на небо Вообще, надо сказать, что У них не было никаких особых ценностей У них не было особой посуды Леди Павловна не пользовалась драгоценностями У нее не было какого-то мехового гарнитура У нее все уходило в путешествия Она объездила весь мир Она была даже в Африке А у него все уходило в книги Он все тратил Он мог из-за книги поехать Бог знает куда Чтобы приобрести книгу Которая казалась ему чрезвычайно важной С Борисом Михайловичем Кениным Я познакомился в 68-м году На книжной почве Мы, собственно говоря, и сошлись Любовь к книге Сделала и Леди Павловну, и Борис Михайловичем В общем, теми актерами, теми людьми Они, в общем, выросли и на этих книгах У Бориса Михайловича была потребность в юмористике Это необходимо было для него Потому что он когда-то мечтал быть клоуном Он собирал, если говорить о юмористике Древолюционную юмористику Здесь Илейкин, здесь Аверченко, здесь Стефи Он собрал целую коллекцию юмористических журналов Это и Смехач, и Бегемот, и Крокодил Это была третья библиотека Он ее собирал По принципу, как бы, библиотека должна быть помощником И актеру То есть значительно шире брать литературу Тут обязательно и по костюму, по типажам Он даже специально вырезал какие-то карикатуры, фотографии Которые можно потом использовать при гриме, при одежде и все прочее Позвольте мне прочесть вам мою драму Уже ли в такую жару, да еще при такой корпуленции Какой этой туши, возможно, вдохновение Любовь есть продукт, ассоциации, идей Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы на погребе Анна, она повледнела Как он повледнел? Мы должны объяснить, Валентин, где же обещанное вами счастье Входит Сильвестр Как он благороден Когда же конец? Он совершенно безвозмездно помогает больному О, Боже мой Если эта мука продлится еще десять минут То я крикну караула Это он, проси скорее Это невыносимо Я помню, в очередной раз мы как-то сюда приехали И он меня, значит, так подзывает И где-то вот отсюда с пол берет книжку И вот как показать Берет книжку и вот эту часть обреза Берет так ее, сдвигает немножко И здесь рисунок появляется Мужик с бабой занимается известным процессом И я, значит, на это все дело смотрю во все глаза И дед довольный Довольный! И просто довольный до нельзя Не потому, что я там вдруг увидел что-то такое Мне-то это в голову не пришло Я не понимал, что это такое вообще Но в силу того, что как это вот так вот вдруг берется Так хоп-цей, картинка появляется Чудо какое-то Деду это нравится Он такие вот вещи он очень любил Он делал, когда их с либрисами Вырезал сам из куска линолем Вот он мне тоже как-то Не знаю, чтобы меня как-то занять Или еще что-то Он мне так Иди сюда, иди сюда, давай Ты знаешь, эту штуку вот так вот вырезаешь Давай вот А потом вот так вот печатаешь То есть он Он очень радовался, когда то, что Интересно ему Если это находит какой-то отзыв Где-то в ком-то Он мог этого не показывать Но это чувствовалось Он все время этим очень так Ах, хорошо Понравилось, пошло Отец тот, конечно, обожал здесь Вот этот вот Весь мир, который вот здесь вот он создал Создавал для себя, по существу Он очень любил Лиде Павловну Но суда ее допускать он Не всегда хотел Вот это здесь было его хозяйство Его безделушки, его куклы Его какие-то Ненужные вещи уже Но это его были вещи Это был его мир И такого жесткого разграничения не было Но все-таки вот Вот он здесь сделал все И если ему Лидия Павловна Говорила, что вот это здесь не так нужно Он Он ее высылал в свой отсек И вместе с тем Труп без друга не могли Все актеры, с моей точки зрения Делятся на две части Одни Это те, кто строит театр как дом Которые ничего не могут Вот как идет, так идет Вот они пришли Хорошо или плохо Они так и остаются в этом театре А есть актеры, которые вот не терпят Когда они в простое Когда они не могут И вот и он, и Лидия Павловна Не понимали, как можно находиться в простое До последнего дня И они все время что-то предпринимали Почему они и переходили Их вовсе не интересовали гонорары Их не интересовала заработная плата Их интересовала работа Он служил и у Мерхольда Он служил и в театре Сатир Он служил у Акимова Это было замечательное десятилетие Он служил в театре киноактера Он служил в театре Маяковского Он служил в театре на Малой Бронной Березкин, к вам везет Вот, дочь Щелканова А я бы хотела, чтобы Задуманная вами операция Произошла в моем присутствии Тут таинственное письмо Оно еще при вас, полковник? Так случилось, что я оказался дома Раз оказался, приходится вмешаться в игру Я вижу не в ваших правилах Стрелять в ребенка Даже если за его спиной прятится Дезертир Дайте сюда У меня больше прав на эту бумажку Здесь она будет сохраннее Товарищ полковник Да Ты прав, пожалуй, не пряхит Я Почерял много, ты Утратил все В черный день Ты мог бы разменять На большие деньги Этот талон на подлеца Ой, да ты все и любишь Ее солдат У меня там были всякие сложности С театром, с художественным руководителем С Плучиком, Валентином Николаевичем И он, видя, что я ничего не играю И плохо И он вот сделал такую вещь За которую я ему всю жизнь благодарна И всегда вспоминаю его Они на Бронной работали с Лидией Павловной И пригласили меня в спектакль «Золотая карета» Играть роль Табун Турковской И это была первая такая возрастная Характерная роль для меня И он очень мне помогал Это, конечно, поднялись мои акции в театре Но я не осталась на Бронной Я вернулась к себе в сатиру Они вообще кочевые артисты Они ушли в театр Маяковского С Лидией Павловной Пора проститься с муками страха Если мы хотим жить Где же героизм? Революция Не слез Не слез Народ просит от подвига Подвиг нужен Подвиг Это не я говорю Это вздох народа Вы хотите революции Конституции И всякой суматохи А я этого не хочу И проповедь этого не дозволю Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Для того ли мы Вынесли такие муки Кто мне ответит на это? Уяду Уяду в Саратов Буду в Саратове жить В Саратове есть кое-кто В Самаре В Туле есть Здесь Не могу На дедушкин спектакль Я попал совершенно случайно Потому что появился Какой-то Билет Там у отца По-моему Где-то Ну пошли на спектакль Жизнь Клима Сингина Но опять же я был В возрасте клопа Такого мелкого И мне это было О! Дедушка на сцене Не больше Я сейчас работаю в театре И сюда с удовольствием смотрю Если что-то показывают Опять же смотрю Не ностальгически О! Дедушка Нет А именно Видимо профессия Она свою берет Начинаешь смотреть Уже с точки зрения Каких-то Профессиональных Моментов Что-то даже бывает Мне непонятно Как она играет Ну Пардон А то и дедушка На то он На то он И Борис Михайлович Я хочу тебе открыть Одну очень важную тайну Ты всегда был Моей Совестью Ты знал это? Почему это мы все Держим свою совесть В другом человеке? О нет 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 Ради бога Не говори омного Когда я что-нибудь Не понимаю Меня сразу Начинает тошнить Просто ты был Моей совестью Был А теперь мы оба Из одной Футбольной команды Я должен был Этому радоваться А я не радуюсь Почему это Гарри А? Почему я не радуюсь? Ну скажи мне Почему я не радуюсь Что мы оба Из одной Футбольником Вот Вспомнил Именно Поэтому Я и напился Дед Каждый год Девятого мая Ходил Смотреть Встречи ветеранов То есть Как-то Это его Что-то ему Очень здорово Мощно давало То есть Я могу это Только как-то Предположить Да Ходил И наблюдал За каким-то Поведением Человеческим В каких-то Таких Экстремально Пиковых Эмоциональных Моментах Но это я Мозгами могу Понять Как это у него Все происходило Это очень Сложно Очень интересно У него вообще Тема войны Она как-то В нем Жила Чуйков слушает Здравия старший генерал армии Да Здесь парламентеров Прислали Начальника генштаба Генерала Крепса С важным сообщением Так Так Есть Жду вас товарищ генерал армии Сейчас приедет генерал армии Соколовской Когда проведешь парламентеров Переварить Нужен Ничего Им сейчас Такое скажут Что и переварить Незачем Встречайте Начались болезни Я и отвозил Я и посещал его Из бронницы Посещал Потому что Я помню Когда он сказал Слушай Все Я больше не могу Забирай И как он был В пижаме Я его посадил В машину И увез А вот таких Эпозаводов У нас с ним Было два В одной Волткинской больнице И в 50-е И у нас даже С Лидией Павловной Все время была дискуссия Значит Нам нужно ехать Мы едем Она говорит Нет я хочу Вот Вот Лидия Павловна Однажды Все-таки Вырвалась Туда К нему Принесла ему Там Что-то Из еды И сломал И сломал ногу Она спускалась Вниз С лестницы Этой больницы У нее был Настолько тяжелый Перелом Бедра Шейка Что она была За муфтом В такую ступу Бластмассовую То есть Гипсовую И не могла Подойти к окну Для того Чтобы увидеть Бореньку Но зато Она все время Лежа Спрашивала Как там Надо сказать Что я до сих пор Вот Прошло уже много лет Я только не помню Нарочно она себя Сломала ногу Или нет Она могла Она могла Наверняка Теперь ты расскажи Обо мне О тебе Обо мне Какой я была Когда мне было Семнадцать И ты любил Меня Я Как-то Очень долго Искал тебя В Петром сарае Нашел В старой пролетке Ты была В одной Рубашке А в зубах Была Длинная Соломинка Я тебя помню Сильным Смелым Были у них Знаменитые Спектакли Скажем Арбузовская Старомодная Комедия Это одна из Последних Блистательных Их работ Особенно Вот эта сцена В кафе Этот Чарльз Тон Который Он танцует Чистите Что ему Было Уже За восемьдесят И Никто В это Поверить Не может Что это Делал Человек Которому Было Больше Восьмидесяти Лет И человек С больным Сердцем С очень Больным Сердцем Ну вот Так Он жил Так он хотел Никогда Не поверю Что вы танцевали Чарльз Тон Потому что Этот танец Требует Принятильного Изятия Легкости Веселье Верно Все верно Вот я вам говорю Что я танцевал Чарльз Тон Докажите Что Докажите Где Здесь Когда Сейчас Ну что вы Ну валяйте Валяйте А правда 40 лет назад Вы что С ума Давайте Бросьте 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 Давайте А ну А пропади Чем роботом Ну Какая Женщина Поехали! Поехали! Я очень хорошо помню, как после старомодной комедии, вот когда они первый раз сыграли, мы пришли домой, мы были так взволнованы все, а тогда все было не так просто, как сегодня. И у нас оказалось то ли какое-то вино хорошее, то ли какая-то еда, и вот мы здесь в кухне собрались и отмечали вчетвером это событие, и они все время спрашивали, что это действительно получилось. Сам Тенин относился к себе более чем требовательно, и я не помню случая, чтобы он когда-нибудь рассказывал о том, как он хорошо что-то сыграл, или какой он имел успех. Он был настоящий мужчина, он предпочитал говорить об успехе Сухаревской. Весь мир был в театре. Я даже не знаю, мог ли он в это время отвлечься от театра и сходить со мной так же, как было раньше, скажем, на какую-нибудь выставку. Для него выставки потеряли интерес. Последние годы у него был только театр, книги, книги, театр. Господи, почему ты меня сделал полицейским? Я бы сейчас отправился в Ипор к старику Трошу и его жене. Я бы рассказал им, как, почему, во имя чьих грязных целей и интересов, они потеряли двух детей. Я бы привез их сюда вместе со всеми их соседями, вместе с рыбаками всей деревни. Я бы выпустил их всех на вас, а потом полюбовался бы на то, что после этого от вас осталось. Вы не имеете права. Вы не имеете права. Он очень любил Семенона. Вообще он любил детективы. И Агату Кристи, и Семенона, и относился к этому с большим интересом. Он не собирался играть Семенона. Этот выбор принадлежит Славе Бровкину, режиссеру, который его пригласил. Он снимался в нескольких фильмах, где он играл Мегре. Борис Михайлович очень был увлечен этой работой, очень ею дорожил. Я пытаюсь установить, кто убил мою дочь. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, ведь вы забрали вещи дочери. Это мое право. Я не упрекаю вас. Просто моя задача облегчилась бы, если бы я знал, что было среди этих вещей. Мы их уже поделили. Вы в самом деле думаете, что должны были приезжать именно сюда и задавать вопросы нам? Мадам, в полиции нет волшебников. Как же мы можем найти преступника, если нам неизвестно, почему было совершено преступление? Ваша дочь была отравлена. Я должен выяснить, кем. Но для этого я должен знать, почему она была отравлена. Я же вам толкую. Валентина всегда ненавидела Розу. Этого слишком мало. Убийство – это очень серьезное преступление. Эти фильмы видел сам Семенон. И известно, что Семенон сказал, что Тенин – лучший в мире исполнитель роли Мегре. Это, знаете, своеобразная Нобелевская премия для каждого актера, если такой всемирно известный писатель и очень серьезный писатель, как Семенон, сказал, что он именно таким Мегре себе и представлял. Тенин очень дорожил этим отзывом. Ну, казалось бы, да, квартир деда, здесь как-то должны какие-то мысли такие быть ностальгические, вот человека уже нет, грусть, слеза добежала – нет. А вот именно то, что все это вспоминается с очень хорошим таким… Ну, где-то там, да, что-то цепляется так, но все равно хорошо. Надо человека всегда вспоминать радостно. Ну, вот здесь получается. Когда его в последний раз увозили отсюда в больницу, это было поздно ночью, у него был очень тяжелый и обширный инфаркт, то мы его уже снесли на носилках, вот, к адекте скорой помощи. Он попросил водителя не торопиться, взял меня за левую мою руку и сказал, я вас очень прошу, вы знаете мою давнишнюю мечту, я хотел бы, чтобы вот библиотека и все, что мной собрано, здесь 11 тысяч томов и нечисметное число экслибрисов, которые он собирал в течение всей своей жизни, чтобы все это не пропало, чтобы все это досталось людям театра. И вдруг он, вот уже почти с закрытыми глазами, говорит, да, кстати, вы мне обещали купить книжку «Вся Москва», и уже целый месяц я жду, что вы ее купите. Неужели это так трудно зайти и купить? Я говорю, вот это другой разговор, я завтра куплю вам обязательно, ее и принесу, но завтра его в 8 утра уже не стало. Что же касается музея, это осуществилось. Тенин Борис Михайлович, актер, родился в 1905 году. Играл в спектаклях и телеспектаклях. На всякого мудреца довольно простоты. «Чайка», «Золотая карета», «Старомодная комедия», «Жизнь Клима Семгина», «Визит старой дамы», «Мегрека Олебреца» и других. Снимался в фильмах «Человек с ружьем», «Русский вопрос», «Падение Берлина», «Яблоко раздора» и других. Скончался в 1990 году. Когда зрители долгое время, в течение многих лет, видят лицо какого-нибудь артиста на экране, у них возникает ощущение, что они знают этого человека в жизни, что это их старый, добрый, знакомый. Такое же чувство у меня было по отношению героя нашей сегодняшней передачи. Когда пришла весть о его кончине, возникло ощущение, что как бы ушел кто-то очень дорогой и близкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова